Тифлоэкскурсия Матвей Иванович Платов. Памятники и памятные места на Дону. Казачий атаман Матвей Иванович Платов – самая известная историческая личность на донских просторах. В 2023 году исполняется 270 лет этому легендарному человеку. Во многих местах нашей огромной страны есть памятные места, связанные с именем атамана Матвея Платова. Памятники и барельефы, бюсты и памятные доски, улицы и площади, названные в его честь. Ростовская областная специальная библиотека для слепых приглашает на Тифлоэкскурсию по Ростовской области Матвей Иванович Платов «Памятники и памятные места на Дону». В центре Ростова-на-Дону, рядом с главным корпусом Южно-Федерального университета, на пересечении улицы Большой Садовой с переулком Университетским, 24 августа 2015 года, торжественно был открыт конный памятник атаману Матвею Ивановичу Платову. Его автор – скульптор Константин Чернявский. Работая над памятником, Чернявский ориентировался на портрет кисти английского художника Джорджа Доу из военной галереи Зимнего дворца. Ростовский памятник Платову более 4 метров в высоту. Его вес – около 3 тонн. Это авторский повтор монумента, воздвигнутого в Москве в 2013 году в парке «Казачьи славы». Бронзовый памятник в Ростове стоит на прямоугольном гранитном постаменте. Атаман изображен в полный рост, в военной форме, с орденами и оружием. За спину перекинута бурка, на боку – сабля. В правой руке, согнутой в локте, атаман держит булаву. На сгибе руки – высокий кивер с султаном. Ладонь правой руки прижата к груди. Платов скульптором изображен задумчивым и строгим, как перед исповедью. За спиной атамана, боком к нему, стоит конь в сбруе. На постаменте с трех сторон расположены бронзовые рельефы. На лицевой надпись – герой Отечественной войны 1812-1814 годов. Атаман войска Донского, генерал от кавалерии, граф Российской империи Матвей Иванович Платов. На левой стороне постамента – рельеф, изображающий вступление казаков в Париж. На правый рельеф с изображением атаки казаков. Из Донской столицы, Ростова-на-Дону, мы перемещаемся в столицу Донского казачества – Новочеркасск. Этот город 30 мая 1805 года был заложен самим атаманом Платовым. И в Новочеркасске каждый камень – это памятник Донскому атаману. Исторически первым скульптурным памятником Новочеркасска можно считать памятник Матвею Ивановичу Платову в центре города, перед Атаманским дворцом, в Атаманском сквере. Памятник Платову-Новочеркасске стал третьим памятником основателям городов после Потемкина в Херсоне и Ришелье в Одессе. Стал он и третьим подобным памятником героям 1812 года после памятника в Кутузову и Барклаю-де-Толли у Казанского собора в Санкт-Петербурге. 9 мая 1853 года прошло открытие памятника Атаману графу Платову по проекту известного скульптора Петра Карловича Глотта и архитектора Антона Андреевича Иванова. 70 лет простоял памятник Платову на своем пьедестале. Но в 1923 году под влиянием новых веней скульптуру Платова сняли и передали в Донской музей. А на его пьедестал в 1925 году поставили скульптуру Владимира Ильича Ленина. Забытый всеми памятник основателю города пылился под музейной лестницей до 1930 года. А затем его переплавили на подшипники. И только через 60 лет в 1993 году памятник основателю города Матвею Ивановичу Платову был воссоздан на своем же постаменте в центре города на проспекте, которому также возвратили его прежнее название Платовский. Бронзовый памятник установлен на высоком каменном постаменте. Скульптура атамана в полный рост. В генеральском мундире, в кивере, за спину перекинута бурка. В поднятой вверх левой руке Платов держит булаву. В правой руке, опущенной вниз перед собой, обнаженную саблю. Согнутая в колене правая нога опирается на каменный выступ. На пьедестале надпись «Атаману графу Платову за военные подвиги» с 1770 по 1816 годы. Признательные донцы. 23 августа 2003 года к 250-летию Матвея Ивановича Платова был установлен конный памятник Платову Новочеркасске у Войскового Вознесенского кафедрального собора. Автор проекта нового памятника Платову – донской скульптор Анатолий Андреевич Скнарин. Бронзовый памятник установлен на гранитном постаменте. Высота его 3 метра 20 сантиметров. Высота памятника с постаментом около 8 метров. Полководец изображен верхом на коне. На атамане военная форма. На груди ордена. На левом боку сабля. За поясом спереди булава. Символ атаманской власти. В левой руке кивер. В правой – поводья. На лицевой стороне постамента металлическая табличка. В форме свитка с надписью Платов Матвей Иванович. В 35 километрах от Ростова-на-Дону, вверх по реке Дон, на правом берегу, находится станица Старочеркасская – старейший населенный пункт Оксайского района. Станица долгое время была столицей области войска Донского. Здесь родился Матвей Иванович Платов. В Старочеркасской сохранился уникальный памятник архитектуры – церковь апостолов Петра и Павла, в которой крестился Платов. Она была построена в 1751 году. На стене церкви бронзовая табличка, на которой изображен портрет Платова. А под ним надпись. Здесь, в церкви Петра и Павла, в 1753 году был крещен Матвей Иванович Платов, атаман войска Донского, герой Отечественной войны 1812 года, генерал от кавалерии. Здесь же, в Старой Станице, в фондах Старочеркасского музея-заповедника, имеется уникальный портрет атамана Матвея Ивановича Платова, принадлежащий кисти выдающегося российского художника Василия Тропинина. Пожизненных изображений атамана Платова сохранилось не так уж много. Этот портрет, видимо, был написан сразу после окончания Отечественной войны 1812 года. Поскольку грудь атамана и генерала украшают высшие военные награды. В 1971 году портрет поступил на хранение фонда Старочеркасского музея-заповедника из Новочеркасского музея Донского казачества. На портрете Тропинина Платов изображен в парадной форме казачьего генерала, введенной в 1809 году. С серебряным дубовым генеральским шитьем по вороту и обшлагам и серебряными жгутами на обоих плечах. Подпоясан атаман парадным белым шарфом. Через правое плечо лежит красная муаровая лента Ордена Святого Александра Невского. На шее знак Ордена Святого равноапостольного князя Владимира II степени, Святого Георгия II степени. На левой стороне груди сверху вниз звезды Орденов Александра Невского, Святого Георгия, Святого Владимира, Святого Иоанна Иерусалимского. Левая рука сжимает перначь, символ атаманской власти. На левом боку золотая сабля за храбрость, украшенная алмазами. В правой руке войсковое знамя. Здесь же на родине атамана к его 250-летию возле войскового собора был торжественно открыт бюст. С инициативой создания памятника Платову выступил нынешний войсковой атаман, казачий генерал Виктор Водоладский. А воплощение в бронзе стало возможно благодаря скульптору Анатолию Скнарину. Погрудный бюст атамана Платова отлит в бронзе и возвышается на полутораметровом коричневом гранитном паедестале, неподалеку от старинного воскресенского собора. На постаменте бронзовая табличка в виде развернутого свитка с надписью «Платов Матвей Иванович». Платов изображен мужчиной средних лет. Лицо у него овальное, но с длинной, с небольшой горбинкой. У легендарного атамана усы и бакенбарды, согласно моде XIX века. Он одет в казачий мундир времен Отечественной войны 1812 года. На груди множество наград. На плечах эпалеты. На голове казачья шапка. Слева ее украшает высокий султан. Из-под шапки видны курчавые короткие волосы. Такой же бюст 14 октября 2003 года был установлен в городе Каменс-Шахтинске, около церкви Покрова Пресвятой Богородицы, на площади Атамана Платова. Огорожен памятник ажурной металлической решеткой с низкими кирпичными столбиками. Единственное отличие – постамент. В Каменс-Шахтинске он сделан из серого мрамора. Тогда же, помимо бюста Платова, здесь появилась мемориальная плита Стелла с надписью «Площадь Платова». По образу и подобию этого скнаренского памятника были установлены бюсты. В 2002 году в парке культуры и отдыха имени Маяковского в городе Белая Калитва. В 2003 году в Таганроге, напротив главного корпуса Государственного педагогического института имени Чехова. В 2005 году в станице Егорлыкской, в 2009 в станице Гогольницкой, в 2012 в здании Белоковалительского Матвея Ивановича Платова казачьего кадетского корпуса также был установлен бюст. В 2015 в Константиновске на территории педагогического колледжа. В 2016 в селе Веселого Вознесенка, Неклиновского района, в бывшем имении Атамана, во дворе церкви Николая Чудотворца. В 2011 году бюст Платова установлен на аллее российской славы, оксайского Даниила Ефремова казачьего кадетского корпуса. На аллее установлено 20 бюстов славным героям России и Дона. Бронзовый бюст Платова внешне похож на бюст Сарочеркасский. Отличие заключается в том, что он установлен на коричневом гранитном прямоугольном пьедестале, на котором золотыми буквами указано, в честь кого он установлен. 17 августа 2007 года в Волгодонске на пересечении улиц Ленина и 50 лет СССР был торжественно открыт погрудный бюст Атаманного войска Донского, героя Отечественной войны 1812 года Матвею Платову. Его автор – донской скульптор Егор Егорович Дердиященко, работал над памятником около полугода. Памятник выполнен из кованой меди. Бюст установлен на массивном двухметровом темно-сером браморном постаменте. Внешний облик медного Атамана схож с портретом Джорджа Доу. На нем также казачий мундир. Лицо Атамана более сурово, он изображен без головного убора. На постаменте черная мраморная табличка, на которой золотыми буквами указано, в честь кого установлен памятник. В октябре 2012 года памятник герою Дона Матвею Ивановичу Платову был установлен в городе Семикаракорске. Автор памятника – ростовский скульптор Владимир Галактионович Беляков. Памятник Платову установлен на невысоком постаменте, который стоит на горке серых камней. Бронзовая скульптура Платова выполнена в полный рост. Его левая рука упирается в бок. Бронзовый Атаман в гусарской форме. На постаменте закреплена табличка с описанием памятника. Но, к сожалению, не всем памятным местам, связанным с именем Платова, уделяется достойное внимание. Родовое имение и родовая усыпальница Платовых в Малом Мишкине находятся в плачевном состоянии. Сын Платова Иван Матвеевич Платов построил в родовом имении в Малом Мишкине церковь Рождества Пресвятой Богородицы и создал в ее подвале семейную усыпальницу. Создатель усыпальницы Платовых в Мишкине – скульптор Иван Петрович Мартас. В 1911 году, накануне столетия войны 1812 года, прах Матвея Платова и семейного склепа торжественно перенесли в усыпальницу уже завершенного Вознесенского собора в Новочеркасске. Но когда пришла советская власть, собор разграбили, а усыпальницу в Маломишкине залили бетоном. Сегодня от родового гнезда Платовых ничего не осталось. На месте родового имения открыли психиатрическую больницу. В Маломишкине, примерно в километре от места, где когда-то была усыпальница, имеется здание фельдшерско-акушерского пункта. На пункте памятная доска с надписью. Здесь в 1818 году был первоначально похоронен атаман войска Донского, герой Отечественной войны 1812 года Матвей Иванович Платов. Краеведы ратуют за реставрацию маломишкинского историка-архитектурного ансамбля. Прошли годы, сменились эпохи. Многое забылось, но память о легендарном атамане жива. Имя Платова было присвоено всемирно известному хору донских казаков под управлением Николая Кострикова. В 2012 году Центральным банком Российской Федерации была выпущена двухрублевая монета из серии «Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года» с изображением на реверсе портрета атамана Платова. В Ростовской области к 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года учреждена областная награда – Орден атамана Платова. Имя Платова присвоено также новому аэропорту, открытому неподалеку от Ростова-на-Дону 7 декабря 2017 года. А в 2022 году Ростовской областной специальной библиотекой для слепых было выпущено краеведческое издание с тифлокомментариями и вечной памятью 12-го года. В 270-летию со дня рождения Всевойскового областного